Сегодня в рамках инспекционной поездки по муниципальным образованиям округа Муравленко посетил начальник управления ГИБДД по Ямалу Александр Салфеткин. Он познакомился с условиями работы автоинспекторов нашего города, пообщался с городскими СМИ и провел прием по личным вопросам. Подробности у Эрнеста Бавшина. До того, как посетить наш город, Александр Салфеткин побывал в Новом Уренгое, Таркас-Алей, Губкинском. Главная цель визита в города региона – на месте познакомиться с условиями службы госавтоинспекторов, проверить материально-техническую базу. Посмотреть служебный транспорт на самих сотрудников дорожного патронного службы, как они экипированы, вооружены. Что необходимо сегодня обратить внимание, что по гособоронзаказу или по федеральной целевой программе, которая сегодня в новой стадии вступила, это 2013 год, 2020 год. Все, что необходимо дозаказать. Весь аспект сюда включает. Как обут, одеты, накормлены, как проживают, есть ли жилье. Потому что какие-то сотрудники прибыли здесь пока в наим приобретают жилье. Ну и все остальные вопросы. По словам главного госавтоинспектора округа, сегодня ситуация на дорогах Ямала остается напряженной. Главная причина того, что в автоавариях продолжают гибнуть люди, это человеческая халатность. В качестве примера Александр Салфеткин привел несколько резонансных ДТП, произошедших в округе в марте и начале апреля. Для стабилизации ситуации предпринимается ряд мер, как установка в городах автоматических комплексов фиксации нарушений, а контроль за загородными трассами, возможно, в скором времени будут осуществлять беспилотники. Буквально в январе, конец января, начало февраля, приходил с ДОПДД России запрос. Мы сформировали свой запрос, где указали о необходимости рассмотрения вопросов о приобретении беспилотных комплексов. И по мере вопроса, рассмотрения также вопросов, но это целый аспект сложный, тут сложно, говорят, я хочу три вертолеты, а содержание, база и другие. Там куча вопросов связано, как это будет, но заявку мы подали, направили, ее рассматривают. В частности, есть как пример беспилотников. В Красноярском крае проходил форум, и там остались беспилотники, которые на сегодняшний день осуществляют контроль. Ну, с учетом погодных и климатических условий. На этой неделе в округе были подведены итоги конкурса на лучший проект по обучению безопасности жизнедеятельности. Муравленковские педагоги из Центра технического творчества Алла Цыплакова и Мария Юханова заняли нем второе место за разработку деловой игры «Центр велосипедных наук». Александр Салфеткин вручил победительницам дипломы и цветы. «Поздравляем вас! И чтобы ваши дети были всегда на высоте по Муравленко! Спасибо, что вы нашли время, подъехали!» После этого главный госавтоинспектор провел прием по личным вопросам. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Новости нашего города.